в законе или в законе как угодно. Нерпоган ячаты. Некто просит у царя, просит, выпрашивает ячаты, выпрашивает корову. Так, если с этим вот узусом в общем все так более или менее понятно, то со следующим в случае пассивного, пассивной конструкции для кармакэдхату это конечно довольно довольно сложно, ну вот например дейнугу паю дух яты. Дух яты понятно это глагол в пассиве, но в таком случае первый карман у нас получается ставится в номинативе. Здесь уже дословно не воспроизвести. Корова выдаивается молоком. Корова молоко выдаивается. Не получается, молоко выдаивается из коровы или некто, или он, она, оно, кто-то выдаивает молоко из коровы. Отдельным вопросом будет, может быть это уже вопрос не столько интерпретации, сколько стратегии перевода, об этом будет говорить, о том как переводить. Стоит ли непременно нам в случае русского перевода воспроизводить допустим какую-то пассивную конструкцию, которую мы можем воспроизвести. Я не говорю об этих векармах, а у детранзитивном узусе, который воспроизвести в принципе дословно невозможно. Она абсолютно не будет иметь смысл на русском языке. Так вот, язык так устроен, мы не можем его воспроизвести. А если допустим пассивная конструкция, ну, про Вишнуна, про Панчерклеты, видимый мир творится Богом Вишн. С моей точки зрения, студенты, переводящиеся, так сказать, слишком часто заупотребляют этой дословностью, мы вполне можем перевести Бог Вишну творителю. Да, и вот дальше, например, да. Дашарадхо рабам яяче кауши кейна. Ну, давайте попытаемся перевести это дословно. Дашарадхо рабу попросил с помощью каушики, впоследствии каушики. Да, ну вот нет. Это предложение означает, Каушико выпросил рабу у дашарадхи. Вот это тот случай, когда немножко он заходит за разум. Или, например, удадхи судхам мамантхе деваеги. Здесь дело осложняется тем, что глагол здесь не в пассиве. Удадхи судхам мамантхе деваеги. Значит, боги, да, боги, мамантхе, просили, боги добыли, да. А, вернее, пардон, мамантхе, мамантхе, значит, пахтали, да. Боги пахтали океан на предмет нектара. То есть, боги с помощью пахтания добыли нектар из смерти, из океана. Удадхи судхам мамантхе деваеги. Друга, да, чувствуется? Здесь вот. Не пытайся, вот не перевести дословно. То есть, можно дословно, как мы обычно привыкли подержанную форму переводить, но выйдет ерунда. Не то, что написано в регионе. Ныргугам ячеты брахмалина. Да, это значит, если дословно, ну, царь корову просится брахмалу. Да, бессмыслится, да. А значит, брахман выпрашивает корову у царя. У царя корову. То есть, вот, пассивная форма, да, она была бы нрыпам гам, да. Я прошу, у царя прошу корову, корову. Это была бы вот обычная активная муза, да. Но вот в таком пассивном муза, если первое, да, у кого, у кого, это становится в номинативе, да, нрыпа, гам, и дальше ячеты, да, и кем? Брахманин. Да, брахманин. Мановку панханам притчаты. Да. О пути. Да, мальчика спрашивают о пути, да. Мальчика о пути. Мановку панханам притчаты, да. Мальчика, то есть, мальчик спрашивается о пути. Ну, здесь еще как-то нужно, примерно, чтобы сомитировать, да. Мальчика, опять же, некто, либо он, либо она, да, спрашивает мальчика о пути, либо вообще мальчика спрашивают о пути, да. Пожалуйста. Без контекста можно и так, и во всяком привести. Ну, это просто несколько были примеров, да. И дальше у нас идет коррективное предложение, или какие-то есть...